Привет, ребята, опять-то! И вот уже на протяжении двух лет я снимаю видео на свой канал. И за это время мне писали как положительные, так и негативные комментарии, последний из которых мы сегодня и почитаем. И чаще всего в комментариях я видела слово дура. И причем всегда пишут с разной интонацией. То есть кто-то с вопросительным как будто посмотрели видео и такие... Дура? Непонятно, да. А кто-то пишет с восклицательным, то есть они посмотрели видео, а потом говорят, дура, это прям утвердительно, прям утвердительно, да. Диагноз поставлен. Диагноз поставлен, совершенно верно. Кто-то, знаешь, не знает, что написать, но что-то написать нужно. Как бы как так, я посмотрела видео, но написать что-то нужно обязательно, поэтому как бы... Ну тут вот неуверенность, как бы дура. Ну да, вот такое. И следующий комментарий, пишет Алтынай Искакова. Алтынай, у нас магазин такой есть. Не тренер Галя, а тренер Слабаков. Вот это было обидно на самом деле, серьезно. А-ха-ха, дура, это не она за тобой повторяет, а ты, фу, никогда бы на тебя не подписалась. Но при этом этот пользователь посмотрел это видео. Логика. Кстати, в этом видео может присутствовать мат, но я... Это я цитирую, мама, если ты смотришь, не смотри. Ю-ху. Причавая страшила, хотя бы тоником намазалась, а то страшно, как атомная война. Тоником для волос? Ну просто тоником. Тоником для вас, верни, 2007 год. Нет, тоналкой может, а не тоником. Нет, именно тоником. Нет, ну это понятно, она имела в виду, наверное, тоналкой. Автор, что ты имела в виду? Следующий комментарий мне оставили. Жируха. Это не единственный комментарий по поводу моего веса. В принципе, как можно человека судить, сколько он весит, какой цвет у него глаз, какие, допустим, длина волос. Ну типа, что за бред? Где нотки терпимости? Можно, пожалуйста? Вот, вот, опять комментарий вижу. Дура. Тут уже уточнение. Тупая. Кто вообще эту жируху смотрит? Мне обидно. Как можно судить человека по его внешности? Человека можно судить по его поступкам и его мировоззрению. Ну как? Я не понимаю. Мне не бомбит. Вы поймите, мне не бомбит. Я просто не могу этого осознать и понять. Как люди такие глупы в этом плане? Они смотрят не на посыл, который он несет в видео, а именно на его внешность. И этот же дальше пользователь пишет уже под другим видео. Иди худей. И причем этот комментарий он оставил под видео, где я делала укуленио-туториал. То есть меня там не видно в полный рост. Типа, что за бред? Там видно только мои руки и все, якулелю. Из той категории люди, которые... Надо же что-то написать. Я не знаю, что написать. Как бы написать скобочку это не очень. А вот оскорбить человека за внешность или просто написать дура... Великолепный вариант. Саша Кэт более женственная, а у тебя морда кирпичом и ни капли от девушки. Мужик в юбке. Морда кирпичом, морда только у собаки. Любим ученым. У меня личик. Следующий пользователь под ником Сайла Арт пишет. What is a fuck? Ты не курсила. Три английских слова, одно из которых это падешь. Это знаешь, Типа, ну чё ж ты по-английски? Она интересна переводчике по-английски. Так, как бы оскорбить. What is a fuck? Отлично. Следующий пользователь Маши Казаченко, Марис Витая, это причем один ник, пишет. Ты лохушка ибунутая. Да. С 11? Я не знаю. То есть вы не подумайте, что я говорю про возраст. Но это действительно так. То есть есть, конечно, люди, что и в 11 лет великолепно мыслят и излагают свои мысли. То есть у них есть свое мнение. Но в 11 лет чаще всего вот такие комментаторы есть. Ибунутая. То есть ибо? Или не ибо? Вот этот автор не знает. Ладно, пусть будет ибо. Следующий комментатор под ником Азра Нур пишет. Я поставил тебе дизлайк и всегда буду поставить тупорила петуха. Черт. Это реально? Еще раз тебе прочитаю. Я поставил тебе дизлайк и всегда буду поставить тупорила петуха. Он будет заходить к тебе на канал, смотреть и ставить дизлайк. Независимо от того, понравился он или нет. Не важно. Потому что он свое слово сдержит. Потому что я тупорила петуха. Тупорила петуха? Да. Следующий пользователь пишет. Хрень, фу, это просто говно. Бэээ. И много восклицательных знаков. Написал этот комментатор вообще под стримом. Человек полтора часа посмотрел моего трепа, где я рассказывал свои новости или обсуждал какие-то темы, произошедшие за тот период времени. То есть он посмотрел и сказал. Еще раз цитирую. Хрень, фу, это просто говно. Бээ. Как говорят козочки. Бээ. Пользователь Алекс Алекс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кошка кс-кс-кс-кс. Пишет. Иди ты в жопу, чмо вонючее. Что хотел сказать этим автор? Он настолько одарен мне, что может выгнать тебя с Ютуба. Да, с моего канала выгонит меня. Четко, все, иди отсюда. Мой будет канал. Заметь, следующий комментатор Самоделкин пишет. Дебилка! А другой ему отвечает. Тупая! И причем это тот же человек, который писал. Дура тупая. Он уточнил. Вот так вот. Я вообще не понимаю, зачем писать негативные комментарии. То есть, если тебе ролик не понравился, ты можешь просто уйти или поставить дизлайк. Все. Зачем писать этот негатив? Он причем такой смешной. Было бы что-то прям по факту, по делу. Я как бы ценю мнение людей, если оно адекватное, если оно конструктивное. Но если пишет, так это смешно. Ну, действительно смешно. Автор Диана Анимешница пишет. Фу, я только что посмотрела твой ролик, и когда я уже немножко присмотрелась на тебя, и уже понимаешь, что толстая, худей. То есть человек сначала посмотрел, потом она присмотрелась, присмотрелась, и поняла, что я толстая. Она, наверное, сидела без наушников, короче, да? Да. На картинку-то смотрела. Вот что-то мне кажется, она... Толстая. ...полновато. Наверное, она даже толстая. Напишу об этом, по-моему, не слышу. Нет, может быть, знаешь, она немного полновато. Жирная! Жирога! На самом деле, меня это ни грамм не задевает, когда пишут комментарии про вес, ну... Человек не будет худеть из-за того, что ему написали в комментариях худей. Мне кажется, те люди, которые пишут негативные комментарии по поводу внешности, очень плохая самооценка, потому что, мне кажется, они сами себя не любят такие, как они есть. То есть, ну для чего это искать? У них есть какой-то недостаток в себе, что они ищут недостаток в другом. Следующий комментатор, ошалевший шарманщик, пишет... Руки из жопы! Пришей рукава сзади на юбке или джинсах. Он мне советует... Это уже лайфхак! Пришей рукава сзади на юбке или джинсах. Это написали комментарии под разбором на укулеле, и чтобы вы понимали, чтобы сделать один разбор на укулеле, у меня уходит, ну, часа два, чтобы я сняла без запинок, без каких-то бырк-мырк, чтобы правильно поставить пальцы, где-то я сама туплю. Ну, то есть, это идеальный вариант того разбора на песню или мелодию. То есть, он идеальный. Возможно, знаешь, у человека не получилось, хотя я все объяснила, понятно. Вот прям все разжевало, и все, нормально. У человека вот он старался один раз, вот так вот поставил. Развучало фигуло? Не, фигня, разбор. Руки в жопу у человека. Переделывай! И это был последний комментарий на сегодня. Можете также писать свои негативные комментарии, чтобы я сделала вторую часть этого видео. Это чтобы просмотров больше набрать. А, ну это я не ставлю. И что мы можем вынести из этого видео? Будьте терпимы и толерантны по отношению к другим людям. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, то можете поставить свой лайк, также нажать на вот этот вот колокольчик, чтобы вам приходили оповещания о новых видео. А с вами была Даря и оператор Динарочка. Скоро увидимся. Всем добра, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok